Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья тренируются на стадионе ЦСКА. Для них работают две секции – это легкая атлетика и боча. Здесь все продумано, доступная среда начинается прямо от подъезда собственного дома. Очень удобно, все, машина отлично, с подъемником привозят, отвозят, мы довольны. Транспорт у нас удобный. И в Олексин, когда ездим, все у нас очень удобно, доступно, удобно. Наталья – мама Екатерины Седовой. Девушка является мастером спорта по бочи. Выезжает на международные старты. Управлять коляской может только ногами с помощью джойстика, поэтому использует для перемещения электронную модель. Бросает мячик тоже ногами. Стоит отметить, что боча – паралимпийский вид спорта. Это смесь боулинга и керлинга. Максим Мичулин занимается им уже пять лет. Мы вообще полные надомники, то есть мы обучаемся на дому, у нас не работают руки. За счет боча руки стали намного лучше, лучше стала работать голова. Вход на площадку оборудован пандусом, но важно не только его наличие, но и угол наклона. Он не должен превышать 20 градусов. Тайлета душевая тоже доступные. Пороги скомпенсированы обычными дощечками. Ведь если выступ превышает 2,5 сантиметра, то забраться на него самостоятельно уже невозможно. И если с ручной коляской могут помочь люди, она весит около 10 килограммов, то электронная достигает 70. Есть в распоряжении и специализированные модели, каждая под свою задачу. Эта коляска у нас предназначена для обмывки спортсменов в душевой. Здесь люди моются, выезжают. Ну, топчан у нас вытирается, обсыхает все. Это спортивная коляска. Для, значит, существуют на соревнованиях специализированные, ну, видели, боксы, да, которые 2,5 метра, чтобы удобнее было двигаться у людей, у которых руки более-менее работают, вот эта коляска спортивная. Спортсмены отмечают, что грамотно оборудованной и доступной среды в городе немного. Даже просто выйти на улицу и погулять в парке для них становится невыполнимой задачей. Социальными объектами ситуация чуть лучше. Прекрасные примеры – это стадион ЦСКА и библиотека имени Горького. В этом году доступнее станут еще 11 зданий и организаций. На их переоборудование потратят около 20 миллионов рублей. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова